Минфин 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 не хватит от силы на три месяца. В данной ситуации говорить о сбалансированности бюджета не приходится, так как планируемые доходы не покроют потребности повылки даже заработной платы. В целом же на поддержку муниципальных образований в бюджете Хакасии заложено 7,5 миллионов рублей. Вместе с этим Владимир Штыгашев подчеркнул, что свой потенциал Хакасия использует не в полной мере и те недостающие 2-3 миллиарда рублей вполне можно самостоятельно заработать. Как позитивный пример Таштыбский район. Точки роста есть у каждой территории. Что касается земельных ресурсов, сегодня тоже правильно было подмечено и Владимиром Николаевичем Штыгашевым, мы за последние три года системно в этом плане работали и увеличили количество регистрируемых домовладений на 38%. То есть в 1948 году мы вышли на 80%. В недрах Хакасии, еще раз напоминаю, разведана вся таблица Менделеева, вся, включая редкоземельные. У нас есть все. По углю, по добыче угля Хакасия сегодня вышла на четвертое место в Российской Федерации. Вы только подумайте. И мы даже об этом нигде не говорим. Тихо, все кто-то копает, вывозит, туда-сюда. Мы только от угля не получаем, тоже по скромным подсчетам. Миллиард, бюджет. Между тем, именно оптимизация работы всех уровней власти, а прежде всего муниципальной, по совершенствованию налогооблагаемой базы стала одним из основных пунктов рекомендации, выработанных по итогам публичных слушаний. Как представителям публичной власти, так и представителям бизнеса, представителям любой отрасли. Например, сегодня выступали коллеги из профсоюзов системы образования и так далее. Выступать, где, ну, скажем так, не глядя ни ночи, ни звания, не стесняясь каких-то там иерархических построениях, доводить остроту проблемы и публичить ее широко. В парламентарии приняли решение проработать еще раз рекомендации перед сессией. Стоит учитывать, что Госдумой не рассмотрен закон о федеральном бюджете и от которого зависит местный. Так что более четкая картина прояснится в начале декабря. Еще одна актуальная тема – здравоохранение. Накануне в Шира состоялось совещание с участием рабочей группы парламента и глав Орджоникидзевского и Ширинского районов. Целью работы является определение правовой основы создания условий по оказанию медпомощи. В результате подготовлена методика, которая включает принятие муниципалитетами целевых программ с указанием в муниципальных правовых актах. Только в двух муниципальных образованиях нашей республики – это городской округ Абакана и муниципальный округ Таштыбского района – приняли ряд нормативных документов, которые дополнительно определяют рамки поддержки врачей на территории данных муниципальных образований. Все иные муниципальные образования на сегодняшний день не приняли ни одного нормативного документа. Одно из таких мер, отметили участники заседания, является обеспечение жильем медицинских работников на селе. Решить эту проблему можно, во-первых, с помощью принятия на республиканском уровне целевой программы по строительству жилья. Кроме того, нужно рассмотреть возможность вложения средств в строительство. А еще можно создать специализированный жилищный фонд для медработников, которые проработали пять и более лет в этом муниципалитете. В этом заинтересованы мы, как орган законодательной власти. В этом заинтересовано правительство в лице Министерства здравоохранения. В этом заинтересованы муниципалитеты. Почему? Потому что именно к ним в первую голову обращаются жители этих муниципальных образований, говоря о их возможности доступности, представлении всего спектра тех услуг, которые оказываться должны, и, безусловно, качества. Стоит отметить, это первое такое заседание. Теперь задача рабочей группы объехать все районы, обобщить проблематику и выйти с рекомендациями к правительству.